Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну, урса Урса сильно Кто кроме урсы, может Ну, даже не знаю, кто кроме урсы Способен убивать такое Ну, если брать из физдамагеров Тут уже всех поубирали Джиггернаут, я хотел бы сказать, но Джиггернаут как раз последним баном Забанили у нас команду Виталити Да, еще хочется добавить, что Слен очень хорошо контрит Джиггернаута Почти на любой стадии игры И вот просто дело в том, что Варкрай не позволяет пробивать Связы, то есть слишком много героев Будут под защитой Поэтому нужен какой-то дэмэдж Который пробивает Варкрай Желательно чистый, а чистый дэмэдж у меня почему-то только Ньча, но Ньча уже в бане так же Урса, у нее вот эти фури свайпс Там даже, по-моему, Варкрай не спасает Не, почему нет, ну, поменьше пробивать Ну, здесь Ларк О, кстати, опция номер два Это дворой стаки У него немножко другая цель Он не так, чтобы убить Но его основная задача Это воровать стаки Либо у Свена, либо у Death Profit Но потенциально, если эти герои два сойдутся Там Сларк наворует много-много стаков Под ультой То у вас Свен, по идее, должен умереть Но с другой стороны, если Сларк поймает в лицо стан Там Свен его сложит так же с двух ударов Очень легко Да, кстати, вот навчатики хорошо советуют Спектра, да, Спектра вот еще Убывалась Про нее я вообще забыл Вообще супергерой в доте И очень частенько заходит Но Томху, видимо, решили предохраниться Все-таки Спектра — это небольшая жадность А нам нужно как-то отбиваться от полупуша с Баншой С Death Profit, прошу меня извинить И вот Сларк заходит Ну, пока он заходит идеально На месте Айджи Витальти срочно нужно Точнее, на месте Томху нужно срочно вырубать какого-то Леона Героя, который имеет Хекс Потому что сейчас Сларк, он чувствует себя прекрасно в замесе Станчик винги можно снять Пока он летит, ты нажимаешь Дарпакт То же самое касается Свина Против Бэтрайдера можно на реакции поражать Терпакт с Shadow Dance Да, интересно, что тебя заберут на Лас Пик Тут Томху Кстати, хочу напомнить, что по встречам Вроде стопроцентная винрейта у IG Виталити против Томху Там они два раза встречались и два раза выигрывали у нас IG Да, они жесткие, я вот их комментировал И ребята умеют играть доту Вот пока мне симпатизирует то, что пики с одной и с другой стороны очень сильные Ну если честно, Виталити смотрится как-то получше Как-то, знаешь, если представлять себе в идеале замесы То как-то у них все понятно, как все будет работать В свою очередь у Томху все ситуативно То есть повезет, не повезет Вот это вот мне немножко не нравится Ну вот сейчас я смотрю на Пик Эджи Виталити У них есть все Это хорошая инициация в виде Бэтрайдера Два тяжелых Юра в замесе Которые дают прикурить всем И по идее Леон прям идеально заходит сюда Я вообще вспоминаю Тим Сигрет, который на мейджере Леона Ферспикали А тут, когда против тебя Сларк, тебе по идее сам Господь Бог велел Ну или какой-то полуконтроль, чтобы можно было продолжить инициацию Бэтрайдера Хотелось бы вообще АОЕ-контроль какой-нибудь на самом деле АОЕ? Ну да, вот фиксацию, чтобы просто Свен смог нормально подойти И дать свои 2-3 тычки То есть если за счет того, что Свен не сможет попасть в Леон Ну не, если... Даже должен быть суппорт Суппортов мало Это зомби О, а это, кстати, их сигнатурочка Я уже комментировал матчи, где они с Андайингом приходили в Харду И они решили сделать ставку на то, что Сларк слабое существовало на первом уровне И его можно загнобить Ну так это вчера была игра, как раз-таки, где зомби просто Джиггернаут убивал, приходил Да, да, да А Сларк он еще слабее То есть если у Джиггернаута хотя бы есть вертушка на 500 дэмэджи Ну или там 400, чуть меньше И у него хорошие показатели армора То у Сларка с этим проблемы И теперь нужен лютый суппорт, который способен будет уничтожить дабл-лейн IG Vitality Тяжело им будет Что-то как-то я вообще задумался на самом деле, ты так сказал эту фразу Я начинаю перемалывать варианты, которые в голове, тут все забанено Ну слабый суппорт Рубик То есть, ну помимо того, что Сларк слаб на линии Так при этом еще и Рубик У него очень слабые статы Маленький показатель дэмэджа Ну то есть, если вот приходит треплой к Рубику То Рубику очень тяжело отбиваться Мне в голову приходит только Лина Пугна Куда она им пришла в голову Вот это вообще Ну интересный пик на самом деле Крайне редко мы видим этого героя Это контра с вину Контра с профит Да, это хороший, хороший герой, черт его возьми Ну разбирать, ребят, у нас героев, у меня немножко подлаги, пролаги Я вот недавно смотрел мувик с Годом Где он играл на медовой пугне И она раздавала дай боже Я так понимаю, это будет не медовая пугна, это суппорт Но суть в том, что она прекрасно контрит всех миличных депейсеров своим декрепифаем Ну допустим, врывается с вен декрепифай, и ты не бьешь То же самое касается Духов Баньши Вот Очень крутой пик Ну что ж Задумались Почему-то очень долго берут у нас героев, ребята Возможно, там не все находятся там в одном Около компьютеров И вот, опять же Вот я сейчас сидел в лобби Были нормальные ники у всех игроков То есть можно было посмотреть, кто на ком играет Но здравствуйте, да, Дмитрий, у меня тут все плохо А я пойду на это, на джойн доту И исследовать Дмитрий, у меня У меня просто FPS У меня покадрово все Перезайдите? Да, чудесные, перфект, ворловские сервера Я пока посмотрю, кто же у нас играет за Томфу Там были нормальные имена, когда я вот начинал, врывался в лобби Там у всех были более-менее нормальные имена То есть не знаю, в чем проблема сейчас То есть можно было почитать Я узнаю, что, например, товарищ Дидидидидиди Это юно Теперь Я успел глянуть Ну что ж, посмотрим, поможет ли мне это пофиксить Проблемку Идеальных китайских серверов О, я нашел Томфу На 79-м месте они находятся Их тут как-то много Их аж шестеро Кстати, многие знакомы Итак, поставили тут хороший, кстати, вард Который должен палить вообще все передвижение Сейчас будет битва на руне, похоже Потому что подтягивать сюда Нет, нет, отошли Томфу у нас на нижнюю рунку Верхнюю за контроль Это у нас команда IG Причем может получиться так То, что Томфу убегут От зомби с верхней линии Но тут, по идее, как ни бегай Все равно преимущество за IG То есть зомби прекрасно себя чувствуют В табле с битрайдером Я вот помню, у Na'Vi Оставил с фаником И Акбар с фаником Так ходили в таблу И выносили почти все триплэйны Вперед ногами Вот это когда они тренировались Перед квалами на прошлый мейджор Франкфурт Сейчас мы видим то, что IG Виталити делает то же самое И весело будет Сларк тут Давайте, наверное, пройдемся Пока кто на ком будет играть Пока у нас начинается ранее стадия игры Давайте начнем с Томфу Товарищ Фейден будет играть у нас на Бесмастере Вместе с Пугной И не знаю, вот я не посмотрел К сожалению, что это за парень на Пугне Там был нормальный ник у него в лобе Но будем называть его много китайских иероглифов Здесь у нас уже Пугна начинает Размениться с Лином в миде Очень больно, кстати, инвокеру Посмотри, как его жутко продамажили Просто буквально на первой же минуте Лин у нас будет стоять на инвокере в миде И Дидиди, он же Юна Будет играть у нас на товарища Рубики И в свою очередь товарища Ю9 Будет играть у нас на Сларке Ну что? Тяжело, вот смотри Сларк не взял дарпак Сларк не взял дарпак Четыре стака, у него есть, конечно, паунс Еще один стак И сейчас еще поставится еще один дикей Сверху пять стаков Очень больно Сларку, но все-таки выживает Правильно сделали то, что не... Ну, точнее, Сларк правильно сделал то, что начал катить Вокруг радиуса вышки И если бы кто-то по нему сделал удар То вышка бы начала месить в ответ Кстати, Дмитрий, как ты относишься к нововведениям того, что Теперь сделали вот вижен радиуса вышки Вижен стака крипов и прочего? То есть упростили игру в целом? Ну, я думаю, хорошо То есть я, ну, по крайней мере, если бы я был, конечно, двадцатилетним задротом Я бы наверняка сейчас кричал, что какого хрена казуалят Давайте все, что было, ну, по чесноку По-сложному, как в старые были времена А там я помню очень многих моментов Где, ну, буквально даже контроль героя был усложнен так раза в два Но сейчас, как человек, который все дальше движется к пенсионному возрасту Я скажу, что мне это нравится Нет, одно, понятно, это привлечет большее количество игроков в игру Потому что игра станет проще И здесь с точки зрения маркетинга все обосновано Ну да, как минимум новички, которые зайдут в Доту Они посмотрят на вот эти кемпы Им не нужно будет лезть на Ютуб Там смотреть всякие ролики Я думаю, единственный вот минус Вот кто больше всего от этого пострадал Это те, кто пилили всякие гайды на ворды Все, вот после этого гайды на ворды становятся бесполезны Ну, типа NS, да, я так понимаю Не, ну, кстати, один раз Он шарил, что вот именно это нет смысла выпускать Поскольку рано или поздно такое бы свершилось Ну, понятное дело И хотелось бы, наверное, ярый пример привести Это, наверное, в WoW, если так брать Вот если в плане того упрощения Что так же примерно сделали Что, в принципе, и привело к тому, что WoW до сих пор на плаву Да, я думаю, в принципе, это нормально Я все-таки думаю, что вот эти вот кемпы Я не знаю, на турнирах видят их профессиональные игроки? Я не знаю насчет турниров Вот если брать турниры, я бы сделал так, что было бы замечательно Если бы на турнирах, допустим, там всяких мейджерах и других ивентах Это могли видеть только кастеры А сами игроки этого бы не наблюдали Вот тогда мы бы действительно увидели скилл вардинга Ну и вообще скилл многих вещей Ну, посмотрим Может быть, там в Дуду будет Я вообще еще за то, чтобы в Доту ввели какой-то реплей Чтобы после замеса можно было отмотать, знаешь, в какой-нибудь маленьком окошке И посмотреть вообще, что произошло Потому что часто бывают такие замесы Это хотят сделать в будущем Это немножко тяжело с технической стороны Да, но вообще это возможно Потому что я знаю, что вот Ну, допустим, вот на Twitch-TV нельзя во время прямого эфира Обматывать и смотреть, что было А вроде как на Zubo TV Ну, по крайней мере, мне так передавали коллеги Что можно? То есть там у тебя есть такая реальная шанс Вот прям перематывать во время этого Можно поставить на паузу Можно еще что-то сделать Ну, хорошо В любом случае у нас уже минула отметка четырех минут И, кстати, заметьте, какая неразмеренная игра Все, пока фобошечки до сих пор нету Спокойно все помнят Ну, я думаю, IG Vitality все устраивает Как мы видим, три топовых крипстата за ними Дес Профит расправляется с инвокером в миде Ну, и пока ему немножко тяжко Все-таки форжи еще не такого высокого уровня Чтоб можно было прям вот жестко обденаивать Часть арбов уходит на реген Притом немножко страдает Сларк, как мы видим Но он, как минимум, не сильно отстает от Бэтрайдера Ну, а Мисс Мастер снизу, ну, как бы, чуть отстает от Свена Зато Сларк очень сильно отстает от Свена Это печально, потому что Сларку, как никому, тоже нужен фарм И без айтмов он ничто, по сути Опасно Дес Профит забежала далеко Одна против троих Боже мой, куда что-то Присасывается, конечно, с сифончиками Но, увы, туда проедает фэриклеер Пытается жить, но тут бласт, и это минус Дес Профит в миде, это ФБ Ну, жадно, согласись Ну, да, да А тут уже начинает Фэйн, в свою очередь, разминать Докфайта по двумя кабанчиками Больно очень, слушай Спас Станчик от Минги Ну, в принципе, Тонг-Фу молодцы Они сейчас хороши тем, что просто не фидят лени А терпят Когда вот получат свои шестые седьмой лвла Естественно, допустим, тому же Сларку уже будет пофиг на Бэтрайдера Он будет и на того же зомбаря, он будет просто регейнться Ну и Бесмастер, например, бьет себе шестой уровень И идет там в лес гангать В общем, что хочет, то и делает Так что на месте и также виталити Было бы здорово кого-то забрать, вот И сделать фраг Ну, я думаю, рано или поздно это случится Потому что здесь есть венга Может быть какая-нибудь пугна шибет Как вариант пугна очень тонкая То есть всего 560 хп То есть если ей дать два станчика То она очень быстро развивается Бласт начинает Ну, кстати, сон не очень сильно покрашивает Бласт этот Подходит сюда зомби Его пока не видно Но птичка может запалить уже сразу Тамбу поставили Пытается подсевить у нас пугна Своим Господи Дис Декрепифай Декрепифай Господи, я уже забыл, как это выговорится Да, подсевило И в итоге это минус Бесмастер Ну а в ответочку В ответочку нападает на бэтрайдера Бэтрайдер сверху находится один Очень хорошо вылетает за вот эту штучку, рамочку, камешек И начинает лететь за Рубиком Рубик разворачивается, дает нюк Но скорее всего погибнет Рубик умирает Бэтрайдер выживает На 14 хп просто Фантастика Валти попросили Попросили сделать их фраги И они Санстрайк И точно Санстрайк Отличная игра Тенвот Рад Попросили сделать их пару фрагов И они, естественно, пошли Все-таки реализовали, наверное, последний шанс своих героев Унизить линии И теперь Бесмастер Точнее, теперь Сларк у нас 6 уровень Все, на месте бэтрайдера Нужно теперь задуматься Потому что харасить его дальше нельзя Сларк все его стаки будет сбрасывать дар пактом И Ну, ты ему ничего не сделаешь Знаешь, я с такой картиной наблюдал Поджимает у нас СВ на Варкрай За ним бежит Бесмастер С кабанчиком бьет А у СВ на хп не отнимается вообще Да Вообще не отнимается ничего Просто шел под тавр фуловый То есть как так Шлем Жесть Шлем, щиточек и Варкрай Все прекрасно работает Очень, ну, очень сильные герои Да Буквально Вот играл в пабе Не знаю, вот из всех коров Вот им приятнее всех играть Ну, так опасно-опасно СВ заходит сюда У него есть доминатор Ну, вот я смотрю Смотрю, как хп у него отнимается Ну, ну, они хотя бы отнимаются То есть он бежит Санстрайк, кстати, хороший Под второй скилл пугны Это не усвоя Посмотри, сколько сейчас Санстрайк нанес урона Потому что там, по-моему, нереальное количество Должно быть Еще зум, я Санстрайл Да, я пока смотрю на слайд-шоу А, бывает Санстрайк нанес на 287 Ну, чистого 300 почти урона Согласитесь, жерновато он забегает Вот сюда Он знает, что здесь находится бестмастер Что здесь находится пугна Любой плюс один Или тот же Санстрайк И в Аркадии бесконечный Ну, он, видимо, почувствовал свою неуязвимость После того, как понял, что не пробивает особо бестмастера И подумал, что ему Что они мне сделают Ну, а тут была пугна Которая, как ты и говорил Неплохо его кантри За счет своего второго скилла Да, вот я хочу сказать И с Кэрри Свен И с Кэрри самый приятный герой Один из Он, как только нафармил доминатор И берет себе топорик Все, он может фармить лес Он может гангать другие линии Он может стакать Он может делать все, что угодно в этом мире И просто вот Номер один Бестмастер может сейчас найти дугфайтса Накричал, призывает кабанчика Санстрайк Это минус дугфайтс моментально Отлично, отлично заход На вражеский лес Во вражескую территорию Да, к тому, что Свен это просто Мульти, знаешь, задачный такой герой То есть, если даже у тебя все плохо на линии Ты можешь потом замаксить какой-нибудь клифф И пойти там с одной масочкой Спокойно зафармить там леса То есть, у тебя все прекрасно будет Единственное, что вот сейчас У него не самая лучшая позиция Потому что у него вкачен Грейт Клифф Из-за этого он постоянно пушит линию И так получается то, что Бестмастер с пугной Все-таки имеет возможность Его забрать за Рор И санстрайк инвокера Смог атаку у нас от команды IG Тем временем из мида Ну, вопрос в том Куда они пойдут Неужели на бот Но там далеко все герои Там команда Тонгфу Так что, наверное, такой себе Хотя нет, вот Бестмастер загулял Его вполне можно подцепить Потому что если рядышком Сван со станом Не палит пока ничего На месте Бестмастера опасно выходить Потому что ничего он не видит Вообще ничего Теперь спалился Там спалили кабанчики Никого сверху Никого Вообще ни на одной линии нет героев Кроме как снизу Он может отойти Пофармить лес Он потеряет немного Что хотелось бы сказать по Свану Сван вообще отлично контрит Всех милишников То есть, не милишников А физушников То есть, за счет Об огромного количества армора Его, наверное, имеет смысл пробивать Только магией Но Сван такой герой Который себе собирает И огромное количество хп Его не так уж и просто убить Поэтому, да Наверное, сейчас Если брать искари Он, наверное, один из лучших Если так В среднем И пошли Пошли пушить Нижний тавер Собираются отдавать Там и дайсик на инвокер Он без маны Не готов драться Вместо этого Начинают пушить вверх Но вот вверх пушится Немножечко помедленнее Ну, понятное дело Там экзарцизма Нет Чтобы запушить Надо защищать Надо защищать верхнюю вышку По крайней мере Бэтрайдер уже в позиции У него есть флейм А флеймин Кроссова Флеймбрейк На кулдауне Как бы можно было откинуться И крипов перерявить Ну, разминялись один в один У Тонг-фу все лучше В разы То есть, мало того Что они сумели сделать Хорошие киллы Вот после пятых лвлов Так после этого Они еще забрали вышку Не потратив вообще ничего Ну, вот Силан О, ой-ой-ой Вот эту ДДшечку Наверное, было бы неплохо Сейчас контроль Силану За счет того Чтобы забрать Эти вот стаки Услуна проблема Варкрай первого уровня Первого уровня Он дает немного Ну, скажи так Так он дает мало Поэтому приходится Катить крипов Вот так вот чудесным образом Отдает своего рейнджа Он потанковал И походу он не заберет Да, он не заберет В провал Ой-ой-ой-ой И тут самые вкусные Крипочки остались Очень плохо для Силана Слушай, да А этот момент Прочекают ли команду Тонг-фу У нас у них там Нижный, к сожалению Нет на вражеском ХГ Тут рядом есть Сларк Можно было попробовать Кстати, если бы Сларк пошел бы Я думаю, это был бы Эзи Килыч Я думаю, они пока Никуда не собираются На нижнюю на самом времени Бистмастер подстрелил Очень много стаков Это минус бист Загулял немножко Реализовал Блинк Даггер Бэтрайдер Хорошую цель Свои руки он взял Давайте, наверное, посмотрим Теперь по общей ценности Как дела обстоят Видим, у нас Вен Вокер Пока топ-11 Фармит он лучше всех Но затем идут три героя Команды IG И это прискорбно Потому что у Сларка Все очень плохо Если сравнивать с тем же Свеном У них почти тысяча разниц По Нетворцу Здесь у нас пытаются Высосать ХП из зомби Очень больно Зомби буквально остается У него 83 ХП О, жесть Нереальная комбинушка Угна пошла Бэтрайдер просто сейчас Себя почти бы убил Майнсит Ну да Майнсит Врывается Сларк Фаунс мимо Угну забрали Сларк бежит дальше Ей Шеллоденц Бэтрайдер улетает Бесмастер пытается Давать Вижен Орлом Но Бэтрайдер уже далековато Так что его не подцепить Хасту еще находит Боже, как ему пред Ну и с Блинком IG Виталити возвращаются в игру Да, Бэтрайдер начинает Терроризировать всю карту Свен в свою очередь Он чувствует то, что Фармит он побыстрее Сларк У Сларка нету Мидоса У него просто ПТшчика Ну и раз уж у Сларка Такие дела То, я думаю Пока время играть на Свенан Смок атака Тонгфу Сейчас спалились с Рубика Но вот с Бесмастера Еще не упал Бесмастер может накричать У нас попытаться На Франа Залетает у нас Ультимейт от Биста Свап моментально От Винги Подцеп хороший Ультимейт подрубается От Франа Это экзорцизм Тут очень больно Лину Лину высасывает В лосо его взял Бэтрайдер У меня слайдшоу Поставили тамбу Это минус инвокер Инвокер забирает Будет ли продолжение какое-то Нечем Подцепляет Товарища Фэйта У нас с Сифончиком Замедляет его Больно ему Это минус еще Бесмастер Отличная контр-инвестиция Моментальная От команды IG Тут еще Рубика Забрали на топе Тут был Свен Под Варкраем И ГДС Прекрасная защита От Винги Отлично IG развели Тау же Бесмастера Поставили на мид Баньшон Других линиях Они попросту ушли И как бы заставили Идти в мид Раз уж Тангху никого не видели Ну а дальше Главная перетяжка Бэтрайдера И всем крышка Была неуверенная атака На самом деле Там был Рубик Который в начале Который спалился Из этих смоков Который с ним спали Тут выход у нас тем временем На Сларка Сларку больно Про юзер он На паунцах убегает Про юзер ультиммейт Под то шадоу дэнсом Ну что будет ли продолжать Барабанчики Хорошо Баньша его срезает Хороший флэмбрейк Отличный крипсвар Сларк падает Что хотел сказать Там вышел Рубик С него спали смоки И вроде бы уже как бы IG понимали Откуда на них будут нападать И стоило ли вообще Это врыв В эту свеч Как бы То есть такое Спорно Ну что давайте посмотрим По графикам Как у нас дела обстоят Как мы видим По опыту 4000 ведут у нас IG По голде Ну пока не критично Ну буквально В районе тысячи Преимущество Также за командой IG Ну вот пока Там было бы здорово Как-то разделиться Может быть По двое По трое Им не так уж Необходимо идти Драться 5 на 5 Все-таки у IG Витайте Ну 5 на 5 Выглядит чуть-чуть Посерьезнее И вот Отлично работает По-прежнему комбинация Рор бисмастера И санстрайк инвокера То есть если бисмастер Ловит вингу Может быть зомбаря Может быть петрайдера То он убивает Почти у любого И вот так они сейчас поступают Забежали во вражеский лес Дают так же время Сларку Чтобы он смог Нафармить себе Хоть что-нибудь Там может быть Какой-нибудь Шаудоу Блейд Может быть Блинк Или какие-то статы Может быть сразу БКБ себе сделают Кто его знает И время выигрывается Время выигрывается Инвокер нападает на мид С пугной Очень хорошо работают По вышке И где-то нужен Бэтрайдер Который Который с маке стоит Слушай А я уже забыл Как редко мы видим Это пугно Что пугные бласты И по вышкам действуют Очень отличный пуш Это такой удаленный То есть тебе не нужно Подходить Не бить Тут ставят крипочки Как бы инвокера Крипочки без мастера И ты просто бластами ПКД закидываешь И тавер падает Есть еще линза И прекрасно На пугне еще работает линза Если ее собрать То огромный рэндж И дэмэдж повыше Я и забыл Слушай Я так его Крайне редко вижу Этого героя Ну вообще мы его Крайне редко видим Что там Вот сейчас Я вот смотрел Паблики Там на Хайлэл РММ Допустим Там 6-7к Короче Там уже начинают Появляться пугны Во многих играх И в лейте Она становится Устрашающей Когда БКБшики По 5 секунд Она имеет Октарин Линзу Аганим И убивает Ну почти любого За счет Этого Лайдрейна Вспоминая Я тут игру Недавно я играл Там была пугна К сожалению У нас не было контроля Вообще в команде Там она просто Всех высосывала По очереди Знаешь Каждый подходил А она всех высосывала Вот И сейчас Сейчас конечно Айджи и Виталити Хотят навязать Очередной замес Так готовят площадку Нужно немножко пропушить И позволить Бэтрайдеру залететь Или вместо этого Решили отойти Так Вот у нас Смоки есть Смоков нету Продолжают фармить Своя лиса Это шанс для Бесмастера Идти и дальше Давать очередные минуса Бесмастер кстати Дела идут очень хорошо У него Некро 1 Скоро будут вторые Довольно таки здорово Вот при этом мы видим То что он хорошо Контролит кичками Вот она висит И показывает Все что происходит У противника И ждет Ждет Смоконтака Наверное очередную Нужно реализовывать Как то есть кстати Некро Есть ультимат Беста Почему бы нет Ну вот что Да ждут они Ждут они Когда соберутся вместе Видимо хотят Зать с собой инвокера Хотя я думаю Инвокер им не нужен Санстрайк 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 удаленно работает По всей карте Так что это такое Санстрайка этого хватит И вот пока они думают Идти или не идти В это время Сларк купил себе блинк Хороший Стоппер Бутрайдера Бутрайдер на тебя прыгает Точнее Бутрайдер прыгает Того союзника Старается его вести А ты в это время Цепляешься за него И он никуда не двинется Кстати хочется отметить Факт что На прост сцене Больше Сларк Теперь начинает уделять Именно Выбор вот этому айтему В виде блинкдагера Больше не собирает Так часто Тоже шадоу блейд То есть Как бы Казалось бы Почему бы нет Когда активируется Ультимейт в инвизе Но все же Отдают предпочтение Этому этому именно Ну в руках задрота Очень сильная вещь Если брать задротов Который успевает Его в большинстве ситуаций Прожать То Блинк доминирует Над Лотаром Если же Так у нас Большая пошла на Рошана И видит этот прекрасный Стонгфу И знает что тут происходит Но вот Вопрос что врываться ли Сюда под все это Под экзорцизм Надо попробовать Надо попробовать Ну не знаю Как только у свина спадает Варкрай Нужно успеть Пять секунд ГДС Успеет там Поставить Все теперь нереально Не надо идти Не надо ребята Уходить Сларк ворует Кстати аидж Что немаловажно И уходит просто На паунте Боже мой Какая игра Пугна начинает высасывать Сбивает ее моментально Салом Очень больно Пугне Произвали меку Цепляют у нас лина Минус инвокер Инвокер Забрали Продолжает у нас замес Бегают просто Пагнет Он все горят Докфай Сдает стан Забирает пугну Отличная драка Конечно для команды Айджи Но Сларк С Айгисом Красавчик Да Есть такое ощущение Что если Сларк бы ворвался Один забрал Рошана И улетел Это было бы лучше Нежели бы подошли Все остальные Они видимо так просто были Фактором отвлечения Тяжело драться Ульт большие Там бас стоит на горе Батрайдеры еще тут Разливают Да это вообще Жесть Там все горели Просто бегали по Напалму и горели Просто Да Юзкий проход Где очень хорошо Бить свину И так же накручивать Банше Ну Ну что Сларк молодец Сларк с Айгисом Сларк с Айгисом Красавчик С другой стороны Это хорошо Теперь это как-то Их более-менее Хотя я не уверен Что это Айджи остановят От пуши Они все равно пойдут По КД экзорцизм Я думаю Будут забирать товара Не так много их осталось Вот Т1 Они все забрали Остались только Т2 О Инвисову с Ларкой Можно кого-нибудь попробовать Подцепить Тут он должен видеть Что делается с Таки Курицу можно убить Курицу видно Ой-ой-ой А в курице есть что-нибудь Давай-давай-давай Виталити бустер И энерджи бустер Это скорее всего Для профеточки Это летит Да Солл бустер готовый Нашли Сларка Сларк не среагировал А Лассо еще кулдаун Нажимает дарпакт Убегает Но Лассо Вот-вот-вот-вот-вот Появится Есть блинк Несут его И сейчас убьют Это вот Отличная реализация Айгиса Свап от венги Неплохой По пугне-пугнов Моментально залетает Стан В свою очередь Санстрайк По докфайту Докфайс Прожимает стики Выживает Отлично Забрали Айгис И забрали у нас Пугну Продолжается погоня Флеймбрейк Хорошо Фейл Ну идет я думаю Да Повесили на сифончик Никак У него тезис И с ворми Просто задувает У нас фран Я думаю Сларк Он просто Не туда смотрел Учитывая то Как он спер Рошанова Наверняка Там на скиле Ну вот Когда они пошли Он видел что у них См3 Они прям эти См3 поставили И У него было Ноль реакции Ну что Кстати Экзорцизм Его есть Готовый Вот начинает Пушить уже Т2 по миду Дефаться тут Понятное дело Пока не вариант Потому что Дисмастер без кд И тем более Он в таверне Точнее без ультимейта Все еще в таверне Такое себе Сларк далековато Фармит И тавр Дефать никак не будут На стонгфу Вот сейчас Их пик Выглядит Реализуем Зомбаря И Диспрофит Ну то есть Тамбайкзорцизм Естественно Хочется с ними Воевать Пораньше Все таки Здесь Они выдают Максимальный ДПС Потом чем дальше Тем слабее Работают Те же духи Банши И тунгфу Прекрасно Все это сплитит Инвокер Взял себе Потрясающий билд Это Травела Медасик И Эул То есть С одной стороны У тебя всегда есть Мана С другой Ты быстро двигаешься Ну и самое главное Что ты способен Убивать кого-то В соло Вот И Айджи Виталити Вынуждены Перемещаться Вот толпой То есть Опасно бегать По одному Ну что Сейчас все Дружно выдвигаются Наверх Нужно наверное Как-то теперь Подраться Тунгфу Как-то Поймать Но в свою очередь Айджи Передвигаются Строго там Втроем Четвером Всегда По одному Никто не ходит И поэтому Это очень опасно Ну могут попробовать Не вообще На месте Тунгфу Драться нельзя У них все сборки Вот допустим Инвокер Он же в замесе Ну не такой силен Травлами да Четыре тысячи Он силен на ганге Ой Свап Свап Свапнули Свена Неплохо Поднимает моментально Тут залетает Бласт Хороший метеор Качество Свена Свен пока еще выживает В итоге поставили тамбу Продолжается драка Я б бежал на их месте Всем Наверное уходить нужно Лучше от Айджи Бежать отдавать Кого-нибудь у одного Можно отдать Например бисмастера Да бисмастера быстро убивают И это всего лишь Одна смерть Одна смерть это не страшно Ну и два ультимейта Потраченных Потрачен экзорцизм Потрачено лассо И ребята из Айджи Идут в пуш Вот да Хотелось сказать То что для замесов Пока еще не одеты Вот инвокер Хороший пуш Медасик травала Четыре тысячи Посмотрен тоже Дес профит Она отдала Три тысячи Количество хп Вслед за этим Купила барабанчики Это тоже статы Для замеса И аура И вот даже по сборке Видно что Тонгфу не готовы Тонгфу не готовы Вести эффективный замес А там тем временем Преимущество уже нереальное На стороне Айджи Больше 11 тысяч По опыту И больше 7 тысяч По голде Просто нереальное Преимущество какое-то То есть набирают И знаем мы что СВН сейчас При наличии Стальких айтемов Сейчас только будет разгоняться Теперь его уже не остановить Да Купила себе Баншате Времени Актарин Теперь Дополнительный подхил Прекрасно Будет выживать Намного лучше Хотя ее не так часто Забирали Умерла она всего лишь Один раз Ну Выходов для Тонгфу Я не знаю Как-то пытаться Теперь на ошибке Ловить своих оппонентов Когда тебе пойдут пушить Птички Есть птички Бесмастер Он засылает их Вражеские леса Немножечко Пострадал Сларка Могут сейчас найти Моментальная реакция На Блинк Задрот Да Как его Естественно Не надо давить этот тавер Лучше всего его отдать Потому что форжи Работают снизу Ну и в центре Потихонечку Пушат пугна И в целом У Тонгфу Тонгфу смогут Дефить Стараться свою рамбу Ну хоть как-то То есть там будет Вард пугны Который Который Кстати уже Третьего уровня Будет четвертый Будет вообще Прелестно При этом Инвокер Сможет стабильно В кого-то кидать Свой прокаст И вот Тонгфу Сейчас верят Идут в наглый Пушить Т2 снизу Это может быть Очень опасно Потому что У бисмастера ТП нет А бисмастер Это весомый Защитник Учитывая то Что он может Зафиксировать Кого-то на месте Где баншал Баншал Да Скорее всего Пойдут на Хайграм Смастер ЗТП ЗТП Фейт Давай Ты нужен Тэфи Там и пугна Нужна Бласт Никуда Метеор Никуда Отлично Прокаст Инвокера Постали Стамба Подцепили На с тем временем Рубика Рубик Минус одного Удар Отлетает И можно Спокойно Пушить Тауэр Но это Минус Сторона Тут уже Очень трудно Будет задефать Можно еще Инвокер Попытаться Подкидываться Вот только-только Приходит Бисмастер Сейчас он будет Помогать Своей команде Но Айджи Уже Своего Добились Посмотри Даже Айджи Сразу ушли Как только Увидели Ну они Понимают Пол стороны Забрали Что им Тут еще Делать Рисковать Рисковать Не стоит Айджи Грают Наверочку Да Я вот На месте Тонгфу Я конечно Прекрасно Понимаю То что Винга Сможет Кого-то Засвапать И застанет Но с другой Стороны Убить Винга Это тоже Полезно Для Команд Тонгфу Вот на месте Инвокера Также хочется Добавить Что раз уж У него Есть Ул То Ну было бы Здорово Что он Сначала Поднимал А потом Кидал Свой Прокаст Поскольку Айджи Виталити Так быстро Бегают Тут Свен На Санжи Яша И Варкрае Банша На фейзах И барабанах Ну Они просто Выбегают От твоих Да Это очень быстро Согласен Даже Блинк Не нужно Наверное Просто На ноги Дбежишь Это как Инвокер Под вексами Время Многие Не любят Инвокера Потому что Вот куча Таких героев Которые Очень быстро Двигаются Там всякие Лон Друида На Ускорялки И Чантерос И Деспрофиты И ты кастуешь Эта ЕМП Торнадо Но Почти все Выбегают Ну примерно Как сейчас Дали Метеор Бласт И Никуда Просто В землю Просто С ван в сторону Отбежал И все хорошо А конечно Ты можешь кастовать Там По таймингу ЕМП Торнадо Но вот Раньше Было как-то Попроще Ну что У нас Перетягиваются Айджи Решили Они забрать Последний Т2 Тауэр Правильное решение Где кстати У нас Профеточка Профеточка Подходит Есть экзорсизм Через 2 секунды Да Я вообще Считаю Что Тонгфу Тут драться Не стоит Вариант Только драться Как-то на хайграунде Айджи Ну да Айджи Витальти Какие-то слишком Дикие 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 Ну как мы и говорили В самом начале игры Они слишком хорошо играют Да Что они очень любят Агрессивную доту Они любят давить Ну по сравнению С тем Что было на мейджоре Когда мы Как комментаторы Сидели И умоляли Одну или вторую команду Пойти куда-то Эти прям идут Как будто им там Бабушка готовит Горячие пирожки Нетипичная игра До Китая Хочется отметить Что да Как бы китайцы Не славились никогда Такой агрессивной игрой Но в последнее время Почему-то все чаще и чаще Мы видим Что тут прям Катки по 17 минут По 20 Вот в таком районе И сейчас как Айджи У нас Айджи Так же кат убивали На втором ИТС За 15 минут Так Вард Расстоит Хорошо Подрубили экзорцизм Стан залетает у нас Бэтрайдера Бэтрайдера Свапает у нас Вингап От сейф Хороший бежит Свен БКБшики Разогнал всех Пока все живы У команды Тонгфу Но тут врывается Сларк Хорошо Никого не пробивает Метеор Неплохой По докфайтсу Докфайтсу у нас Заюзали Форстаф Засейвили его Хорошо Повесили на сифон Сларка Бежит Фран Просто поставили стенку Подняли Франа Франа контролит Все еще есть экзорцизм Тавр стоит Никто не умер Проблема у Деспрофит Начинает ее убивать Залетает хороший станчик От свина Бэтрайдер Вытаскивает бисмастера Деспрофит бежит И сейчас будет захиливаться Захилиться полностью Торнадо От инвокера Цепляет свина Цена можно забрать Но его опять же Форстафует И вот то, о чем я говорил Ну, в принципе Задефить могут На хайграунде Они спокойно дерутся Очень хорошо Ну да, с большим Учитывая то, что Они отдали сторону То есть Ну, с небольшими Сложностями Потому что Такие IG Как мы видим По нетворсам Уже на 10 тысяч Лидирует Они, конечно Их хайграунд ломают Но если все игроки Будут на месте То у танку Есть шансы Они как раз таки Потеряли топ Из-за того, что Там не было двух игроков Как раз таки Подходили по одному И все А здесь вот В пятером Они вполне себе Боеспособны на хайграунде Почему бы и нет Вот теперь нужен Теперь такой Очень важный момент Что Сларку нужно Успеть дофармить Свою скади Потому что от него Дэмэджи в драке Ну, маловато Если честно Ну, если честно Даже со скади Я не уверен Что он многому несет Он сейчас вот был замес Он подбежал Одного разочек Ударил Второго У него все Три стата Вот, видишь Ну да Я к тому и веду Что ему нужно Как-то вот Напасть на свена Начинать его замедлять И просто не подпускать Его к своим союзникам Потому что По фарму Свен очень хорошо Оторвался Аж на 7 тысяч Ну да Ну, это машина такая Которую очень трудно Остановить Если его вначале Не загнобить На стадии лайнинга И прочего То есть, да Ну, Рошан Мы видим Как быстро падает Ой, подцепили нас Тем временем Бисмастера Я так понимаю Нет, Сларка Сларк выживает Свап от Винги Хороший Посейвили Бэтрайдер Бэтрайдер живой Метеор по Докфайту Докфайт должен умирать В итоге Умер пока только Бисмастер У меня пошли лаги В ответшку умирает Нас Докфайт Все бьют всех Бегут за Сларком Сларк живет Сларк живет Убегает У инвокера есть прокаст Так, хорошая стеночка Разменялись 2 в 3 Но Выбили кулдаун Диспрофит И ультимейт свина В целом Могут на развороте Там у инвокера Все еще есть заклинания У Сларка есть У Сларка есть Шадоу Дэнс Рубик позиции Отлично проспаливает Но не успевает Не успевает Немножко времени не хватило Хотя Опять же Профетка Хотела Хотела Врабываться Сларк У нас на Йола Забрать у нас Аегис Но увы Профетка успевает Тут очень больно Бэтрайдер Бьют Сларка У нас Сларку надо Наверное убегать Потому что висит на нем сало И Ай-яй-яй Эх, своп Хорошо, Винга Красавчик Отлично Коммент Вингу Да Коммент всех Кто играет на Винге Вот всех Я не знаю Дай бог вам здоровья И успеха Подожди Это не Вингаж была Это Рубик Который свопался Со Сларком Я что-то такой Коммент 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 Вингу Я такой знаешь Такой на секунду задувался Так Винга Другая команда Винга Другая команда Своп был Потому что Рубик Его своровался Нормально Ну и это Винге тоже Можно Да И это Винге тоже Коммент Там хорошо подсейвил Винга В замесе на Рошане Своего Бэтрайдера Так что здесь стоит отметить Безусловно Вот я вообще не понял Что произошло в тимфайте У меня было просто слайд-шоу Единственное что Сларк очень хорош Он опять чуть не своровал Ай-ис Он прям вот Прям вот в Рошана Прыгнул на его модельку И интересно Каким образом вообще И IG смогли взять Ай-ис Ну что Давайте посмотрим по графикам Как обстоят дела Ой-ой-ой-ой По голде Преимущество Больше 14 тысяч На стороне команды И IG По XP То же самое Не радужные перспективы У Тонг-фу Так что Я не знаю Здесь надо Действительно нужно Несколько раз делать Фулл 5-мен Надо как минимум Да Не драться Вот на этом ХГ То есть как бы Они не хотели Есть одна проблема Заключается она в том Что Тамбу бить неудобно Ну есть конечно Сларк Который может пойти Бить Тамбу Но его задача Набирать стаки В замесе И до Тамбы Ему далеко В ровном поле В ровном поле Тонг-фу Это конечно же А не аутсайдеры Вот у них есть один вариант Вот как-то с хаграунда Всякими мерзкими штучками Плюшками откидываться То да Это имеет смысл В ровном поле Я не представляю Как им драться Ну что Сларк Сларк пуша Т2 В свою очередь IG и Виталити Собрались Заходить на Т3 Ну есть там Есть айгист на диспрофит 6 слотов СН Да Все необходимые вещи Ну моншартик Еще может есть Как вариант сверху То есть Быть неплохо Могут сейчас Сейчас баншет Такая толстая Что могут Пробовать просто Бить с хаграунда Следочка кстати Неплохая Тут бласт на метке Здесь пугна СН стоит с ультой И ждет А зачем он ультут прожал Свет Ну в любом случае Прыгает хороший стан По двоим Моментально сбрив Нас пугнул Так же умирает У нас инвокер Прям просто две тычки Это не прощают Тут еще стан залетает Бисмастера Бисмастер К Бисмастер К Тетон умирает Два байбека От пугны инвокера Очень Тут всем больно И ГГ пишет у нас Бисмастер Даже не продолжает драться Хотя я не знаю Можно еще попробовать Было бы Но видимо да Решают что без шансов Здесь ну фу Хотя за место продолжается Зачем Так дерется Ну я не знаю Ладно Фейты убили Все Стиханул Может быть Просто все ГГВП Я ливаю Пошли вы все Надоело В любом случае Поздравляем Айджи Уверенную победу Не одерживают 1-0 становится Счет в этой встрече Напоминаю Что форма встречи Данные Бест оф три И мы уйдем сейчас На небольшую рекламную паузу И вернемся к вам Буквально сразу же Никуда не переключайтесь Счет в этой встрече